Аминь Присаживаемся и друзья на этой неделе нет такой знаете обязательной главы для изучения, то есть это дано на понимание общины и у нас вот получилось с пастором Василием такое понимание, что смотрите шавот это праздник дарования Торы, поэтому мы решили напомнить и себе и вам как это происходило, поэтому мы будем зачитывать 19 и 20 главу. Как это происходило? Возможно кто-то не читал, возможно кто-то не слышал, может быть кто к нам присоединился в онлайне, может быть не слышали и это будет хорошим временем для того, чтобы узнать Божье Слово. Итак, читаем. В третий месяц по исходе сынов Израиля из земли египетской в самый день новолуния пришли они в пустыну Синайскую и двинулись они из Рефидима и пришли в пустыну Синайскую, расположились там Станом в пустыне и расположился там Израиль Станом против горы Синай. Мошеф зашел к Богу на гору и возвал к нему Господь с горы говоря, так скажи дому Яклеву и возвести сынам Израилевым. Вы видели, что я сделал египтянам и как я носил вас как бы на орлиных крыльях и принос вас к себе. Итак, если вы будете слушаться глазом моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля, а вы будете у меня царством священником и народом святым. Друзья, ключевые слова для еврейского народа, для Израиля. А вы будете у меня царством священником и народом святым. Это та весть, которую мы несем еврейскому народу и о том, что Ешо тот Маше, которого они ждут. Аминь. И вот слова, которые ты скажешь сынам Израиле. И пришел Маше, и созвал старейшие народы и предложил им все слова, которые заповедал ему Господь. И весь народ отвечал единогласно говоря, все, что сказал Господь, исполни. И донес Маше слова народа Господу. Послушный народ. И сказал Господь Маше, вот я приду к тебе в густом облаке, дабы слышал народ, как я буду говорить с тобой и поверил тебе навсегда. И Маше объявил слова народа Господу. И сказал Господь Маше, пойди к народу и освети его сегодня и завтра. Пусть вымоют одежды свои, чтобы быть готовым к третьему дню. Ибо в третий день сойдет Господь перед глазами всего народа на городу Синай. И проведи для народа черту со всех сторон. И скажи, берегитесь восходить на гору и прикасаться к подождь ее. Всякий, кто прикоснется к горе, предан будет смерти. Рука, да, не прикоснется к нему. А пусть побьет его камнями или застрелит стрелой с котли, то человек, да не останется в живых во время протяжного трубного звука, могут зайти ни на гору. И сошел Маше с горы к народу. И осветил народ, и они вымели одежду свою. И сказал народу, будьте готовы к третьему дню. Не прикасайтесь к женам. На третий день, при наступлении утра, были громы молний и густое облако над горою. И трубный звук весьма сильный. И вострепетал весь народ, бывший в стане. Мы ожидаем трубный звук. И вострепетал весь народ, бывший в стане. И вышел народ из стана встретения Богу. И стали у подошвы горы. Гора же синая дымилась от того, что Господь сошел на нее в огне. И восходил от нее дым. Дым, как из печи. И гора вся сильно колебалась. И звук трубный становился все сильнее и сильнее. Маше говорил, а Бог отвечал ему голосом. Весьма сильный звук, да? Ну, мы напомнили себе, что трубный звук, трубный звук, он был в то время. Спасибо, Василий. И сошел Господь на гору Синай, на вершину горы. И призвал Маше на вершину горы. И зашел Маше. И изрек Бог все слова сии, говоря. Это глава 20, друзья. Это десятисловие. Я, Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов пред лицем моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, что на земле внизу и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я, Господь, Бог твой, ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов, любящих меня и соблюдающих заповеди мои. Не произнеси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя его напрасно. «Помни день субботний, чтобы осветить его. Шесть дней работай и делай всякие дела твои. А день седьмой – суббота Господу Богу твоему. Не делай он и никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих. Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них. А в день седьмой почил. Посему благословил Господь день субботний и осветил его. Почитай отца твоего и мать твою, дабы продлились дни твои на земле, которые Господь Бог дал тебе. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вала его, ни осла его. Ничего, что у ближнего твоего». Аллилуйя! Боже, давайте воздадим славу Господу за то, что Он открыл свою волю для своего народа и для нас, потому что это слово живо и действенно, и оно работает и в сегодняшнем дне. И вы знаете, можно было бы, знаете, на этой такой высокой ноте закончить, но вот как-то на сердце лежит все-таки, как бы уйти от такого фрагментарного мышления или видения. Знаете, вот праздник, да, вот что-то мы увидели, вот этот праздник сегодня, да, вот в этом месте. И как бы, и все. А как оно в истории, а как оно в народе, а как оно в нашей жизни? Ну, об этом сегодняшнее служение. Ну, вот что я хочу, как бы, напомнить и себе, и вам. Смотрите, друзья. Бог, Он творит Словом. 32-й Псалом, по-моему, 8-й стих, Он говорит, Он сказал и сделалось, Он повелел и явилось. То есть вся Вселенная, Земля, Солнце, Луна, просто Бог сказал и сделалось, оно явилось. И сегодня мы видим, друзья, мы видим, что идет тоже творение. Бог, Он пришел лично на Землю, да, Он спустился с небес. Вот, Он говорил к народу, народ Его слушал, народ Его слышал, и народ сказал, да, мы исполним. Он согласился, Он взял на Себя ответственность исполнять Божье Слово. И был заключен после этого завет в крови животных, вы помните, да? Вот, и как знамение, или как напоминание, ну, как знак, вот, как знак этого завета, что было дано народу? Скрижали, вы помните, да? Они напоминали народу, вот с этим десятисловием, они напоминали народу об его ответственности перед Богом. Но мы знаем, что народ, хотя был послушный вначале, он потом как-то не показал себя таким послушным впоследствии, и Бог очень огорчался много раз, и в конце концов, в общем, разные исторические события сложились, неблагоприятные в жизни Израиля. Но у Бога была мечта. Вот я сейчас попрошу вывести на монитор Иеремия 31-33. Да, есть. Вот смотрите, Бог, он, говорит, он мечтал, ну, это я условно говорю, мечтал, но как бы на наш человеческий язык. Он говорит, тот завет вы нарушили, там, в предыдущей, тот нарушил, но вот завет, который я заключу с Домом Израилевым после тех дней, ну, в последнее время, вложу закон мой во внутренность и на сердцах их напишу. То есть уже не в ковчег вложу, да, а вложу во внутренность и напишу на сердцах. И буду им Богом, а они будут моим народом. Бог, он добрый Бог, он хочет быть Богом. Богом, это значит, мы взываем, он слышит. Мы еще не успели сказать, он уже отвечает. Вот что значит иметь Бога своим Богом, понимаете? Иметь близкие отношения, знать, любить, понимать, исполнять Слово Его. И, ну, вы знаете, народ как бы не очень пошел по этому пути. Поэтому Господь пришел к народу еще как? В Сыне Своем. Друзья, Он пришел лично в Сыне Своем, в Ешоа. И вы помните, Он тоже пришел на гору, да? Вот, значит, я имею в виду, когда провозглашал, когда Ешоа сказал о том, что Он пришел закон не отменить, но исполнить, но исполнить, помните, да? И Он как бы дополнил, исполнить, значит, дополнить и помочь исполнить Его, потому что тот завет не исполнили. И Бог снова пришел, Он снова говорил. И те, кто согласились с Ешоа, значит, с Его, что Он посланник от Бога, значит, те сказали, будем исполнять. И заключили завет в крови Ешоа. И как знамение, друзья, для того, чтобы это исполнилось, впоследствии, что произошло, вы помните, да? Деяние, вот когда в горнице огонь сошел, Дух Святой сошел, мы будем сегодня об этом говорить. Более подробно я говорю в целом, да, о сути, вот, о том, что в этот момент произошло. Вот, в этот момент как раз закон, он был Тора, Тора, значит, он с тем дополнением, что говорил Ешоа, он был вложен во внутренность и записан на скрижалях наших сердец. Друзья, вот что такое Шавуот. Понимаете, Шавуот, это не просто историческое событие. Шавуот, это праздник для нашей жизни, это праздник для нас. Знаете, и я молю Бога, чтобы это состоялось в каждой жизни, чтобы закон, он был не только здесь, ну, знали о нем, да, чтобы он был записан, реально записан Духом Святым на наших сердцах, а это делается при рождении свыше, чтобы это произошло в жизни каждого верующего, каждого сидящего здесь, чтобы это произошло в жизни каждого, кто нас слушает, в жизни тех, с кем мы будем говорить, наших детей, внуков, всех наших родных, близких, за кого мы молимся, да, чтобы это произошло в жизни каждого, прежде всего, иудея, да, а потом и тех, кто и зеленом. И да произойдет это по милости, по благодати Божьей, да произойдет это в нашей жизни. А Богу давайте мы воздадим славу, потому что Он сделал все для того, чтобы это произошло. Аллилуйя Божия! Славим Тебя, благословляем имя Твое, благодарим Тебя за Твой праздник, за Твой шавод, за Твоего Духа, за Твои слова, которые написаны на наших сердцах, Господь, за Твой закон, который написан. Во имя Ишо, благодарим за Ишо. Аминь. Дорогие друзья, я думаю, что трубный звук был намного сильнее на горе Синае, чем сейчас вы услышали. Это лишь маленький был отпрыск того, что вы слышали. Но знаете, все наши трубы, кто трубил, сейчас их нет с нами, поэтому пришлось мне. Но я старался, я хотел как-то немножечко все-таки, чтобы выразить, как это все происходило. Дорогие друзья, я очень рад всех видеть. Шаббат шаломиха, и хак шаот самейх. Всех приветствую вас в еврейской мессианской общине, которая любит всех людей, и евреев, и неевреев, которая поклоняется Господу. И я, прежде всего, приветствую, особенно тех, кто сегодня, может быть, первый раз у нас в гостях пришел и думает, что здесь происходит, что за звуки и так далее. Поэтому пусть Господь вас благословит, всех, кто подключился в онлайн. И пусть всех нас Господь благословит. Вы знаете, тема шаот, да, или день Пятидесятницы, да, или еще называют его в народе там, да, Троица. Что же это за день? Это, знаете, это все, все то, что происходило на горе Синай. И шаот — это памятное событие, которое произошло на Синае, когда Бог заключил свой завет со своим народом. Израиля. И это было потрясающее время. Это было просто... Там написано, что это были звуки, молнии, громы, и звук шафара. И это просто было такое, ну, потрясающее, грандиозное. Ну, нельзя было... Ну, где-то там кто-то, может быть, проходил мимо, просто не слышал. То есть это было грандиозное событие, когда Бог, Он дал откровение. Откровение своему народу, которое сохранит их жизнь и которое приблизит их к себе. Потому что и это откровение, оно выражено в десяти заповедях, то, что мы читали. Знаете, любое... Слово Божие, Божьи заповеди, важное... Самое важное действие – это то, что они приближают нас к Господу. Да, они ведут нас по жизни, они оберегают нас, чтобы мы не делали каких-то ошибок. Но важное действие – это приблизить. И как любые праздники, любой праздник, Он приближает нас к Господу. И это один из самых больших праздников. Это Господний праздник, Шавот. Потому что Бог хочет действительно приблизить нас к Себе. И немножечко слово Шавот в Северите переводится как «недели». И с дня выхода из Египта, или даже правильно сказать, с дня, когда был Песох, отчитываются 50 дней. Или называется «дни седмицы». Седмицы – это неделя. Там семь седмиц, как бы семь недель отчитываются к этому празднику. И еще называют его «дни Амера» – это единица измерения объема зерна. Но Шавот, я о чем хочу сказать, что Шавот является не только памятным событием на Синае, которое там произошло, но и продолжением Божьего действия. Оно не закончилось, это только начало. Сина – это было начало. И это событие – это продолжение Божьего действия и Его плана по спасению всего человечества. Но без определенной личности, то, что сегодня говорили в начале, это спасение невозможно. Бог, Он пришел в Ишу и Мессии, который сделал свою часть, Он умер за нас, Он заплатил своей жизнью. Но я бы хотел больше говорить именно о Святом Духе, о Его важной части и миссии. Знаете, это очень большая тема. Я не смогу, может быть, затронуть все аспекты, но то, что хочется передать, то, что я увидел, хочу с вами поделиться. И я хочу поделиться о Его грандиозной работе. И нельзя сказать, что, ну, знаете, Дух Святой, Он начал свою работу свою работу или свое действие или воздействие именно после, ну, прихода Ишуа. И Священное Писание, оно говорит о том, что Его действие, оно было всегда. Я скажу, что Его, как бы, действие было на протяжении какого-то библейского, там, отрезка времени. Но Священное Писание, оно говорит, что Его действие, оно было всегда. И мы посмотрим, я хочу, чтобы мы посмотрели Его работа в Ветхом Завете или, может быть, сказать, правильная, да, там, до пришествия Ишуа, потом Его, Его работа, Его действие именно в Новом Завете, даже больше как часть Его общины, как Он влиял, как бы, на общину. И потом Личное, как Он лично влияет на жизнь, мою, вашу и на каждого из нас. И также Его влияние на этот мир. Итак, исходя из Священного Писания, Его действия и проявления были всегда даже, ну, очень похожи. Ну, возьмем, к примеру, да, там, служение Святого Духа в Ветхом Завете. Участие в сотворении мира. Как вы думаете, участвовал ли Дух Святой в сотворении мира? Многие богословы, тех, кто исследует Писание, они утверждают, что да, потому что, ну, давайте я прочитаю, смотрите. Битие, первая глава, первый, второй стих. «Вначале сотворил Бог небо и землю, земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездну, и Дух Божий носился над водою». И тут слово «Дух Божий», где-то оно сказано «Дух Божий», где-то «Дух Господен», и здесь как бы говорится о втором лице, потому что написано, да, «И сказал Бог», там не то, что «И сказал Дух Божий», да, там, добудется, «И сказал Бог», но дальше говорит, то есть здесь говорится именно о Господе, но Дух Божий здесь как второе лицо. Так же интересно, что Иов, он где-то говорит о его участии в сотворении человека. Это Иова 33, 4. Тут написано, «Дух Божий создал меня, и дыхание в Содержителе дало мне жизнь». Опять, видите, напоминается, да, Дух Божий создал меня, как бы, да, создавал Господь, мы это видим, но участие Святого Духа, оно было в создании человека. Так же мы видим, что Он давал пророчества. Первое царство, это Саулу, да, Первое царство, 10 глава 6 стиха. Написано, «И найдет на тебя Дух Господень, и ты будешь пророчествовать и с ними, и сделайся иным человеком». И 10 стих, «Когда же пришли они к холму, вот встретился им сон пророков, и сошел на него Дух Божий, и он стал пророчествовать среди них». И дальше мы видим, что Дух Божий, он сходил на слух, как бы Саула, и они тоже, ну, пророчествовали. Так же в Новом Завете у Бритха Даша говорится о Давиде. Апостол Петр, он говорит такие слова, «Было же собрание человек около 20, мужи и братья надлежало исполниться тому, что в Писании предрек Дух Святой устами Давида об Иудее, бывшем вожде тех, которые взяли Ишуа». Я вначале буду читать много мест Писаний, вы мне, если что, ну, как бы, зато вы узнаете, что вы уже половину Библии уже знаете, так что, да, прочли, да. Ну, я думаю, что не у всех, возможно, получается читать каждый день, там, или, может быть, у вас есть, знаете, там, план чтения, знаете, есть план чтения Библии, то есть, ну, сегодня, я думаю, мы дневной план мы немножко выполним. Второе паралипоминон, это говорится о Захарии, сына Иодая, 24 стих, «И Дух Божий облег Захарию, сына Иодая, священника, и он встал на возвышении перед народом и сказал им». Тут написано, «И Дух Божий облег Захарию». Также мы видим, что он давал таланты и способности. Мудрое правление Иосифу. Это тоже книга Бытие, 41 глава 38 стиха. «И сказал фараон слугам своим, найдем ли мы такого, как он, человека, в котором был Дух Божий?» «И сказал фараон Иосифу, так как Бог открыл тебе все это, то не столь разумного и мудрого, как ты». И мы смотрим дальше, что он давал искусные работы Веселеилу, там силу Самсону, Давиду, мудрость Гедеону. То есть мы видим, что его участие, оно также было еще до прихода Машиеха, в Танахе, мы видим это в Торе, как бы, да, то есть мы видим, что он, ну, его просто грандиозное вот участие в жизни людей, оно где-то, ну, похоже переплетается, то есть, да, он давал пророчества, ну, через людей, да, то есть он давал мудрость, он давал силу, он способствовал многому-многому. И нельзя сказать, что, ну, Дух Божий, да, Дух Святой, он начал особое проявление, мы потом дальше поговорим, уже началось после, ну, Вознесения Ишо. И теперь мы посмотрим его служение в Новом Завете. И оно начинается, его служение начинается именно в жизни нашего Господа Ишо. То есть это сверхъестественное, ну, зачатие. Это Лука, 1 глава, 35 стих, да, ангел сказал ему в ответ, Дух Святой найдет на тебя и сила Всевышнего осенит тебя, посему рождаемое Святое наречется Сыном Божиим. Мы знаем, что Ишо, он родился сверхъестественно от Духа Божьего. И это тоже потрясающее, ну, как бы, событие. И мы дальше видим, что Дух Божий, Дух Святой, он помазывает его силой, об этом, он говорит, да, Дух Господень на мне, да, то есть на Ишо. Да, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу. И мы видим, что Дух Святой, Он помазал Ишо, совершать определенные действия, которые, ну, не мог делать никто, никакой человек. И мы видим те события и чудеса, которые совершал Ишо, да, потому что, ну, Он был, ну, помазан Святым Духом. И ученики были в восторге, ну, видя все, что делал Ишо. Для них это было время чего-то нового, каких-то, ну, новых перемен, чего-то такого, того, что вот, ну, не было вообще, ну, до этого. И это было что-то такое интересное, новое, и, наконец-то, они поняли, ну, вот, настало, наконец-то, Царство Божие. Вот, все, чего мы так долго ждали, вот оно настало. И вы знаете, за три года, сколько они ходили с Ишова, их сердце, оно прилепилось к Нему. Потому что, возможно, они все прилепились, потому что мы видим в Писании, что многие отошли. Помните, когда Он начал говорить там о крови, там о плоти, что должны там пить кровь и кушать мою... То есть многие не поняли, ну, написано, соблазнились и отошли. Ну, и так бывает, знаете. Иногда человек приходит и что-то видит такое, не то, что, может быть, кажется для него, то, что он хотел увидеть, и человек это, может быть, ну, не знаю, пугает или соблазняет. И знаете, когда я пришел в домашнюю группу, удивительно, что, я думаю, что, может быть, любой человек, он, может быть, испугался. Потому что то, что я увидел первый раз, не знаю, какая-то была Божья благодать на мне, потому что, ну, я пришел такой, знаете, в черных очках, в кожаной куртке, вот. А там простые, обычные... Да я тоже был простым человеком, просто, ну, я как бы думал, что я... И тут я прихожу, значит, на домашнюю группу, там, брат, который вел ее, играет на гармошке. Я не помню, по-моему, он даже пел не в тональности, но он так искренне пел. Рядом сидела сестра, видно, в жизни было не очень хорошо, но такая она была довольна. И я просто сначала наблюдал за всем этим, думаю, вообще, что здесь вообще происходит. Потом они начали там хлопать, а потом начали молиться за изгнание злых духов. Думаю, Боже мой, куда... Ну, и я мог бы, как бы, ну, уйти, но вот что-то меня как-то вот, ну... Я просто, когда вот читаю это, я думаю, да, вот ученики тоже ходили с ИШО, многие какие-то вещи, которые он говорил, они были непонятные. Думаю, что он говорит? О чем он говорит? Как-то пить кровь там, это, ну, как-то, это ж не каннибализм какой-то. Да нет, лучше мы будем держаться... У вас было такое, да, ну, в жизни? Может быть, вы что-то такое видели, знаете, особенно такие вещи происходят, может, на ретритах там. Но я не говорю там это о том, что там какие-то сверхъестественные вещи, и это где-то, ну, пугает. Думаешь, ну, как-то, не знаю, куда я вообще попал. Ну, какая-то есть Божья благодать, которая от тебя все-таки, ну, вот интересно, а что будет дальше? А что будет дальше? И вы знаете, те ученики, которые так задали такой вопрос, они не пожалели. А остальные, там написано, что там остальные отсеялись, и там пошли своей, как бы, дорогой, и так далее. Но те, кто остался, потому что очень важно, знаете, сказать, а что будет дальше, Господь? А дальше будет все лучше и лучше, все самое интересное. Поэтому я, знаете, верю, что вот они ходили с ним три года, и они видели чудеса, которые он творил. Я не думаю, что это только было связано со служением. Они вместе ели, они вместе отдыхали. Я думаю, что Ишо, ну, он был тоже человеком, но приближен, он был Богом, ну, знаете, он где-то был приближенный к людям. Я думаю, что он шутил с ними, то есть там, ну, это было интересно. И их сердце так прилепилось. Знаете, того, что не было и в их жизни, он проникал в их сердца. Он знал их проблемы. Он знал, кто, чем, ну, кто живет. Он знал, кто о чем думает. Он знал, кто о чем переживает. То есть Ишо знал. И настолько это было классное время, и с ним было безопасно. С ним было просто безопасно. Они были в восторге. Я думаю, что они такие деловые ходили с Ишо. Знаете, и... Наконец-то настало то время, которое так долго они ждали. Они были, ну, они были счастливы. Они думали, что так будет всегда. Потому что то, что они видели, знаете, Он помогал им, Он был вместе с ними, Он решал их проблемы. Он решал их, может быть, нерешенные ситуации в жизни. Он помогал избавляться от страха. То есть Он просто был рядом с ними. А как важно, когда, ну, с тобой кто-то рядом. Знаете, даже Петр, который вначале горел смелостью пойти, но потом начал тонуть, и Ишо помог ему, да? То есть, вы эту историю знаете. И это было потрясающее время, когда их сердца, они прилепились к нему, и думали, все, класс. Наконец-то настало Царство Божие. Все, все супер, все класс. Но тут происходит то, что происходит. Ишуа, он делает одно такое заявление, которое не всем, наверное, им понравилось. После всего хорошего, после всего прекрасного их сердца прилепились, они обрели надежду, веру, уверенность, смысл жизни, как здорово. И тут, в этот момент, он делает одно важное заявление. Это описано в книге Иоанна, Евангелие от Иоанна, 14 глава, с 12 стиха. И он говорит такие слова. «Истинно, истинно говорю вам, верующий в меня, дела, которые творю я, и он сотворит, и больше сих сотворит, потому что я к Отцу моему иду. И если чего попросите у Отца, во имя мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя мое, то сделаю. Если любите меня, соблюдите мои заповеди. И дальше. И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя. «Да пребудет с вами вовек Духа истины, которого мир не может принять, потому что он не видит его и не знает его. А вы знаете его, ибо он с вами пребывает, и у вас будет. И не оставлю вас сиротами, приду к вам». Интересно, он говорит, что и здесь есть три основных таких вот действия или воздействия Святого Духа именно в новозаветний период времени. И я хочу поговорить по отношению к миру, ну, к людям, которые живут за этими стенами, по отношению к общине или к телу Ишуа, и третий момент по отношению ко мне лично. По отношению к миру, Иоанна 16, глава 8 стих, написано, «И он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде, о грехе, что не веруют в меня, и о правде, что я иду к Отцу моему, и не увидите меня о суде, что ты, князь мира сего, осужден». Здесь сказано, что он придет, обличит мир. И вы знаете, только Дух Святой, он может привлечь человека, ну, к Богу. Знаете, как бы мы, ну, есть наша часть, но, знаете, как бы мы ни старались, мы столько, ну, да, людей, помните, я говорил, что людей нужно, ну, приобретать, и это трудно, это сложно. Но иногда бывает, ты знаешь, ты уже с человеком, я тебе и танцевал, я тебе и плясал, я даже специально выучил стойку на руках, знаете, чтобы как-то думать, ну, хоть как-то привлечь. Знаете, я так говорю, а моя жена говорит, слушай, хотелось бы посмотреть. Я думаю, может быть, мне этот вот, как-то там одеться так интересно, просто, ну, думаю, хоть, ну, как, да? То есть мы, и иногда бывает, ну, с людьми, ты столько уже, как бы, да, вот, ну, протюешь, ты работаешь, ты, и... И вроде как человеку интересно с тобой уже. Он уже увидел, что, ну, ты нормальный человек. Ну, конечно, что-то есть такое немножечко ненормальное, но ты нормальный, то есть, как бы, даже не раз был, как бы, да, там, в общине, да, то есть видеть, что то, что говорят, там, выключают свет, и то есть это все не... То есть, ну, именно вот человеку интересно, человеку, да, ну, вот рождение свыше, вот, как бы, не происходит. Думаю, ну, что ж такое, ну, что еще не хватает? Боже, может, что-то во мне не так. Наверное, что-то, значит, мало во мне веры. Все, значит, надо молиться о том, чтобы Бог дал. Но Слово Божие, оно говорит о том, что, помните, да, кто-то поливал, кто-то сеял, поливал, но взращивает все Бог. И только Дух Святой, он способен привести человека к Богу. Интересное слово «обличить» — это, не знаете, я сначала думал, это, значит, взять кувалду, и, знаете, иногда хочется так треснуть один раз, думаешь, Боже, да чтоб ты уже... Чтоб ты уже покаялся, да. Хочется, знаете, или, может быть, не знаю, там, напугать человека. Иногда там думаешь, знаешь, там, ну, то есть я просто представлял, как раньше, то есть, знаете, там, ты вышел, и давай, все грешники, грешники, никто не спасется, кроме... То есть, да, но интересно, что слово «обличить» — это не ударить кувалдой, ну, конечно, это где-то огорчает, думаешь, вот как... Был бы классный такой метод, да, то есть ты ударил, и человек уже... Ну, так можно ударить, а человек сразу уйдет просто с земли, ну... А может, и покаяться, не знаю. И здесь интересное греческое слово «экфэсия» — это обнаружить, показать или раскрыть. То есть не осудить, обнаружить, показать или раскрыть. И о чем это говорит? О том, что сам человек, он должен сам себя со стороны увидеть, какой он. Если человек он не видит, хоть тресни чем-то или что-то, он... И только Дух Святой, он способен показать человека с его стороны. И слово «обличить» — это показать его в глазах Божьих, ну, кто он, как он выглядит. И вот слово «обличить» — это обнаружить, показать или раскрыть. И апостол Павел, да, Равшаул, он говорил, что мои слова не просто убедительные слова, но в явлении как бы силы и духа. Они, ну, мы можем много убеждать, можем говорить, и... Ну, если вот не коснется его, ну, Дух Святой, который вот пришел, то... И помните, Стефану, да, не могли противостоять как бы тоже, да, мудрости Духу Святому. Конечно, есть и наша часть. Мы не можем сказать там, да, если Господь не коснется, да, ничего. Не, мы должны за человеком, мы должны говорить человеку. И иногда бывает, в моей жизни было такое, что ты даже и не думал, что этот человек покается, ну, перед Богом, ну, что не он. А вот думаешь, вот это точно покая. А получалось совсем наоборот. То есть тот, за которого ты не думал, он приходил к Богу, а тот, за которого ты не думал, или я уже запутался и думал, он не приходил к Богу. Ну, не знаю, вроде как и хороший человек, но как-то вот... И это по отношению к миру. Вторая очень важная часть, это по отношению к нам, как к церкви, как к телу, как к общине, как к телу Мессии. И вот Матфея 3 глава 11 стих. «Я крещу вас в воде, в покаянии, но идущий за мною сильнее меня. Я не достоин понести обувь его, он будет крестить вас Духом Святым и огнем». И вы знаете, когда вот читаешь это местописание, ну, много как бы, скажем так, споров на это местописание, да, там, ну, что значит, как это крещение там Духом Святым, то есть это значит, Господь наполнил там эти мурашки, волосы дыбом встали, ты там начинаешь, тебя начинает как бы шатать. Не, ну, это тоже. Но вы знаете, читая одно местописание вот это вот, очень тяжело. И, скажем так, как бы в современном уже, как бы, скажем так, христианском обществе очень много как бы, что такое крещение Духом Святым, как это происходит, как это очевидно и так далее. И вы знаете, вот есть второе местописание, которое немного, я не говорю, может быть, совсем, но как для меня, опять же, я просто говорю то, что я увидел, то, что вот, ну, стало для меня где-то понятным, я хочу просто с вами делиться. Но, знаете, для того, чтобы понять, о чем говорится, ну, одного местописания мало. Ну, нужно читать еще одно, потом третье, потом еще, то есть, ну, чтобы как-то, какая-то объективная картина, как бы, она, ну, получалась. И интересно, что, смотрите, опять же, да, слово крещение, это что, значение слова крещение, это, ну, крестное, наверное, знамение, да, ну, там, покрестили, окрестили и все, ну, как бывает. Нет. Это греческое слово баптиз, это погружение. И интересно, что вот Иоанн, он говорит такую концепцию, да, то есть, именно, он говорит, я крещу вас в воде. То есть, здесь такой тесный момент, есть тот, кто крестит, кто крестил, Иоанн, да, есть среда, куда крестят, и среда это что? Вода. Да, и есть результат. И всему этому результатам, что было, какой был результат? Покаяние, правильно? То есть, он сказал, что я крещу вас в покаяние. То есть, главный результат, конечно, все, важно тот, кто крестит, важно среда, куда погружает, но важно результат. Я крещу вас в покаяние. Покаяние, то есть, есть главная цель, это покаяние. Это не вода, знаете, не покупаться там в воде. Потому что, ну, иногда, как, помните, кто-то говорит, что человек может зайти сухой гречник и выйти мокрый, ничего не изменилось, да? Ну, то есть, ну, бывает такое. Человек, ну, я не знаю, хотя ты не видишь, как бы, сердце человека Бог знает, но человек вроде как, да, хочу, так интересно, так все так торжественно, там, все в белых одеждах, там, кто-то на гитаре играет, такие красивые песни, все так хорошо. И тут как раз, что мешает? Вот есть вода, там, окно. Но мы видим, к сожалению, что, ну, не все потом, скажем так, ну, жизнь, знаете, жизнь от погружения в воду не меняется. То есть, этот человек уже осознанно внутри, осознанно понимая, что он делает, что его жизнь, она не принадлежит мне самому, о том, что я хочу свою жизнь посвятить Богу, я хочу просто повернуться. Если я шел этим направлением, я поворачиваюсь иду другим направлением. Вот это вот, как бы уже символическая, там, вода, там, тот, кто крестит, это, как бы уже не особо важно в мое, как бы, сердце и важный результат в покаянии. Но и здесь есть духовная составляющая, да, это покаяние. И вот интересно, что значит крещение Святым Духом? Я бы хотел, чтобы мы открыли 1 Коринфянам, 12 глава, 13 стих. 1 Коринфянам, 12 глава, 13 стих. И здесь апостол Павел, на мой взгляд, он, как бы, немножечко открывает, вообще, что это. Здесь написано, «Ибо все мы одним Духом крестились, куда? В одно тело. Иудеи, эллины, рабы или свободные, и все напоены одним Духом». И здесь он говорит, «Ибо все мы, не кто-то там отдельности, ибо мы все крестились Духом Святым в одно тело». Как вы думаете, о чем здесь говорит апостол Павел? Спасибо. Я думаю, что вы правильно все подумали. Я согласен с вашим мнением. Знаете, любое мнение приветствуется, поэтому все как бы нормально. Что я здесь вижу? Я здесь вижу о том, что вторая задача и действие Святого Духа – это сделает нас частью Его тела. Вторая очень важная, которую нельзя пройти мимо каждому верующему, это сделать частью Его тела, Его общины. И эту задачу производит Святой Дух, помещая нас в тело Мессии. То есть тело Мессии, может быть, кто-то тут первый раз. То есть это мы с вами, это община, это церковь, община, это люди верующие, которые собираются не для общих интересов, а прославить Господа, правильно? Потому что оно есть клуб по интересам. Ну, это тоже интересные беседы, но важная цель – это когда мы соединяемся в общении друг с другом, мы прославляем Бога, и Господь Он действует. И Его главная задача, то есть крещение, это погрузить нас в Его тело. Друзья мои, верующий человек, он не может находиться вне тела. Он не может находиться вне тела. Потому что, если он находится вне тела, то он теряет те благословения, которые предназначены, ну, телу. Он просто их теряет. А что находится в теле Мессии? Какие находятся благословения? Главное – это жизнь. И если он находится вне тела Христа, тела Мессии, в общении с верующим, он теряет ту жизнь. И об этом говорит апостол Павел Равшауль, да, в Коринфе, нам помните, он говорил, что как важно. И вот я хочу сказать очень важную такую, знаете, как, ну, то, что я записал, новость, что именно в теле Мессии начинается функция определения твоего предназначения. Именно вот в теле Мессии начинается функция определения, потому что если, ну, помните, как апостол Павел говорит, что если там, ну, оторви там какую-то часть тела, ну, будет ли оно само по себе жить? Но не будет. Оно не будет иметь ту функцию, которую изначально, ну, Господь предназначил. Да, нельзя сказать, что Бог изначально уже предназначил какую-то функцию в каждом из нас, но она начнет действовать только тогда, когда вы станете частью его тела. И только тогда эта функция, она, ну, начнет приобретать свое определение. Только тогда. Если человек находится вне тела, он не сможет иметь ту функцию, которую Господь, ну, заложил в него. Я верю, что, ну, каждый, он хочет что-то делать. Правильно? Каждый хочет, ну, и каждый, он имеет эту способность от Бога, иметь эту функцию, функционировать теле. Это очень, ну, очень важный момент. И именно в теле Дух Святой приближает нас к Отцу, Небесному, в познании Его. Потому что, ну, это главная цель, главная задача, приблизить нас к Богу. Это главное. То есть, ну, даже, знаете, даже не, даже не то служение, которое ты будешь нести. Это тоже важно. Потому что мы говорили, да, то, что Бог дал, Бог дал, ну, закон, заповеди, Бог дал Слово. Мы празднуем праздники, но важность в этом, это приблизить нас через это к Богу, чтобы мы стали ближе к Богу, к познанию Его, знали, какой Он, что Он наш Отец, а мы Его дети. И вот одно из важных действий, важных и главных, в теле Мессии, это приближать к Богу. Именно в теле происходит общение друг с другом. Именно в теле Он дает дары и таланты. Об этом Писание говорит. Я не вижу, чтобы человек где-то сидел дома, и тут раз, что-то у него, раз, как-то, появилось. Если мы читаем Писание, то именно апостол Павел Равшауль, Он именно говорит в целом о теле Его, об общине, и говорит, что Дух Святой, Он дает что? Каждому способности дары, как Он хочет, но когда Он это делает? И где Он это делает? В каком месте? Ну, в парке, может быть, там просто прогуливаемся, там собачки, он там. Он говорит, да, сначала Он говорит именно о теле Мессии, да, об общине, о церкви, и Он говорит, что Он это дает, именно когда ты, когда Дух Святой, Он сделал тебя частью, Его, Его тело, тогда это происходит. По-другому я не вижу в Писании, человек может быть рожденным, у него могут быть какие-то таланты, какие-то задатки, какие-то, может быть, способности, но духовный дар, он только будет проявляться и функционировать, он не может функционировать вне тела. И об этом говорит Писание. И именно в теле Он дает силу. Мы читаем деяния святых апостолов, да, помните первая глава 8 стих, когда Ишоа возносился, он говорит, и вы, там тоже говорится, знаете, очень много говорится во множественном числе, то есть не ты один, хотя, знаете, я говорю, тема очень большая, можно индивидуально исполняться Духом Святым, это отдельная тема, но я бы хотел, знаете, как бы говорить именно вот как в общем, ну, как бы в общем, как бы мы, мы как бы с вами. И Он говорит, что и вы исполнитесь, да, Святого Духа, и вы примите силу, да, когда вы, то есть вы, это когда вы будете вместе, когда, ну, не каждый там, где-то отдельно, кто-то в это время спит, кто-то в это время там картошку чистит, не, ну, конечно, все может быть, может быть и так, знаете, как мне рассказывали, что один, ну, человек, он получил дар иных языков, да, один из, один из, ну, как бы даров, да, то есть, один из, может быть, крещения, да, то есть, иные языки, то есть, он что-то на чердаке, а, он этот, рубил дрова, и вот во время рубки дров он получил, и думаю, может быть, так приходит, и другой начинает тоже рубить, рубить, и ничего не происходит, ну, видите, Господь может индивидуально действовать, но еще он говорил, что когда вы будете вместе, тогда вы примите эту силу, это очень важное, важное, важное действие, Божье время так летит, и я хотел поговорить о последнем, о третьем, очень важном аспекте, это что же он делает лично в моей жизни, да, то есть, мы узнали, что Дух Божий, он был всегда, в сотворении мира, участии в жизни, ну, в сотворении человека, в Танахе, да, там, в Торе, в все Писание, оно говорит о том, что он давал пророчества, мудрость, способность, силу, в Новом Завете, да, то есть, что он помазал Господа Ишуа, о том, что его главная задача, это сделать нас частью, его церкви, его общины, его тела, чтобы каждый человек, он в этом теле, он имел определенную свою функцию, он имел то, для чего на самом деле, ну, Господь призвал, или он появился на свет, и третье, это, какое же он, какое действие, или воздействие, он оказывает лично, ну, на мою жизнь, на меня лично, и, как бы, я буду зачитывать тоже некоторые места в Писании, интересно, что помните, и главное, самое главное действие, самое важное, как вы думаете, какое, с чего начинается, знаете, как это, с чего начинается Родина, с чего начинаются первые шаги исследования за Господом, а, вот, это рождение свыше, Иоанна, помните, Иешува, он, пришел к нему, Никодим, с таким важным вопросом, хотя он знал Писание, он, он, разбирался в Торе, но что-то, что-то его заинтересовало, что-то его, вот, коснулось, и он тайно пришел к Иешува, чтобы никто не знал, и говорит, расскажи мне, вот, именно что-то, что такое, вот, родиться заново, я не понимаю, да, и, Иешува отвечал, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божие, рожденное плоти есть плоть, это Иоанна 3 глава, с 5 стиха, рожденное плоти есть плоть, рожденное духа есть дух, не удивляйтесь тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше, дух дышит, где хочет, голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит, и куда уходит, так бывает и со всяким, рожденным свыше, и интересно, тут такой момент, немножко, да, дух дышит, где хочет, голос его слышишь, и не знаешь, знаете, здесь, как будто какая-то, как игра слов, но здесь, знаете, вот есть в Писании, как бы такие моменты, помните, как Ишоу говорит, где будет труп, там соберутся, как бы орлы, то есть, да, то есть нужно, думаешь, это что, как это, вот, и иногда, то есть, местоописание нужно понимать, что, то есть, он говорил, знаете, как, это будет так, что вы увидите, то есть, это не означает, что там будут орлы летать, знаете, вы увидите, что орлы там кружат, нет, то есть, это будет таким знаменательным, как бы, действием, что вы это увидите, и здесь написано, что дух дышит, где хочет, то есть, это такое событие, что ты его почувствуешь, что ты узнаешь, что ты рожден свыше человек, не просто, как бы, какой-то набор слов, и вот хочу задать вопрос, кто из вас не рожден свыше, есть такие, ну, можете не поднимать руки, вот так все, слава Богу, никого нет, это, ну, может быть, кто-то пришел, не знаю, первый раз, я просто там темно сильно, я просто, тут я глаза вижу, что все глаза такие сияющие, надо смотреть, а вот я там не вижу, там дальше, ваши глаза, ну, да ладно, Господь, Он все знает, знаете, я опять же хочу рассказать, когда Бог привел меня к себе, в этом, может быть, непонятное для меня место, с непонятными, происходящими событиями, которое было вокруг меня, но мне было интересно, но в конце мне сказали, ты должен покаяться перед Богом, произнести молитву покаяния, ты хочешь покаяться, потому что, Господь, Он скоро придет, и я не помню, что мне говорили, но я согласился, может быть, на меня это все как бы подействовало, и вы знаете, когда я произносил эти слова, молитвы покаяния, первый раз, что интересно, я ничего не почувствовал, думаю, ну, классно, но когда я пришел домой, в этот же день, я, может быть, уже делился этим, я помню, что я сижу дома, возле стола, там что-то по телевизору показывали, и я чувствую, что внутри меня какой-то огненный шар, я даже обращаю внимание, думаю, Боже, что это, я чувствую какой-то огонь внутри меня, конечно, ну, до меня как до жирафа дошло, ну, иногда бывает, знаете, может, я не получил это сразу, иногда бывает, кто-то рассказывает анекдот, знаете, все смеются, я такой думаю, а потом прикрою, а, да, понял, я думаю, что, ну, не знаю, такая вот работа, я пришел, я почувствовал, что во мне, я физически ощутил, что во мне что-то происходит, какой-то огненный шар внутри, я начинаю рассматривать, думаю, Боже, что там внутри, но я это чувствовал, я потом начинаю понимать, думаю, Боже, я, я покаялся, я стал, я стал его сыном, как это, и я, и пока, я сначала думаю, Боже, ну, это я не могу поверить, а потом, да, я, Боже, так это же здорово, вау, я покаялся, думаю, так класс, так, то есть это было настолько ощутимо, я не знаю, как в вашей жизни, Я верю, что когда мы приходим, когда Дух Святой касается нас, когда мы приходим к Богу, мы чувствуем это переживание внутри. Это ощутимое переживание, каждый его ощущает по-разному, но это есть. Знаете, когда моя супруга пришла к Господу, у нее был очень сложный период, она не могла спать неделями, просто не могла спать. И когда Господь, Он вошел в ее сердце через молитву покаяния, говорит, я наконец-то за столько времени, говорит, я спокойно спала. Я просто как младенец, я столько спокойно. И это момент, который, ну, я думаю, что если я как бы рассказываю, может быть, каждый, может быть, туда-назад оглянуться, он это прочувствует. И, конечно, потом дальше появилось желание, я начал всем рассказывать о том, что Господь, я еще не знал вообще Писание, я начал говорить какие-то звезды, космос, планеты, где-то там Господь, но я начал об этом говорить. Потом, конечно, я понял, что Господь, Он выше, чем тот космос и планеты, но тем не менее, какое-то вот, ну, то есть, вот это рождение, вам нужно родиться свыше. Вам нужно, то есть, чтобы Дух Святой, Он сделал эту работу в нас, чтобы мы родились для Бога. И это очень важное действие. И что дальше происходит? Родился я свыше, все хорошо, там, на первых порах, ты такой, все так чудесно, все так прекрасно. Интересно, дальше Иоанна, 14 глава, что говорит Ишуа. И он говорит, и я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его, а вы знаете Его. Ибо Он с вами пребывает и в вас будет, не оставлю вас сиротами, приду к вам. Знаете, Ишуа говорит, не оставлю вас сиротами, это, знаете, возвращаясь к тому местописанию, когда, помните, ученики, они так приблизились к Богу, они так, они ходили вместе с Ним, с Ишуа, они думали, все так здорово, они чувствовали себя на высоте, они чувствовали себя, наконец-то, все-таки, мы дождались того, что мы долго ждали. Наконец-то, мы чувствуем себя уверенно, все классно, все здорово. И тут, видите, Ишуа говорит, что не я ухожу, но не оставлю вас сиротами. Он понимал, что если он уйдет, он понимал, что их сердца, они прилипились к Нему, они стали как одно. И тут Ишуа уходит и все, и что дальше? Но Господь их как бы взбадривает и говорит, не оставлю вас сиротами, то есть вы не будете одни. И Он говорит, я умолю Отца и даст вам другого утешителя. И интересно, что слово другого, это не означает совсем другого, не такого, как вообще я. Слово другое, оно в оригинале слова «алос» говорит, такой же самый. Ну, он другой, но такой же самый. Ну, знаете, вот пример, допустим, вот есть два стула, да? Вот они очень похожи друг к другу, просто один в один. Вот. Но он другой, но такой же самый. О чем говорит, что такой же самый, как я? Ишуа, что делал Ишуа с учениками? Он был рядом с ними, он проникал в их сердца. Он решал их проблемы. Он просто находился с ними, он помогал им, с ним было интересно, он вдохновлял их. И он говорит, что я ухожу, но будет такой же. Потому что, помните, говорится, что еще в тексте сказано, что Дух Святой, как Дух Христов. То есть это тот же самый, который тоже будет делать и поступать так, как делал Ишуа. И интересно, что дальше он говорит, что утешителя. И слово утешитель, это интересное слово, да? Ну, параклитас, которое тоже, ну, как бы раскрывает, расширяет нам более это слово. Это, знаете, слово «призванный быть рядом». Помощник, адвокат и ходатай. Но больше даже это «призванный быть рядом». Да, слово пара, как «быть рядом». И клетос – это призвание. То есть призванный быть всегда с тобой рядом. Интересно, дальше говорит «помощник», да? Просто, знаете, настолько это важная функция и действие. Вот просто, это просто, ну, вот кто не нуждается в помощи? Поднимите руки. Вот кто не нуждается, знаете? Я смогу все как бы сам. Знаете, ну, я думаю, что все нуждаются в помощи, правильно? Это где-то, знаете, какая-то такая есть гордость или упрямство, ну, что я как бы сам смогу, знаете, я вот тоже как бы в детстве, ну, как-то не очень просил помощи у кого-то. Ну, как-то, ну, стеснялся, думаю, это я как бы унижаю. То есть это какое-то унижение, да, там, ну, помогите мне, там, да. Ну, думаешь, ты что, не мужик, что, сам не можешь справиться. Но самое важное, что на самом деле мы все хотим помощи. Ну, правда, я правильно говорю или нет? Ну, то есть мы все хотим, ну, знаете, было бы, конечно, удивительно, да, вот, если кто-то женат, да, подойдите к своей жене и скажите, ну, давай мы избавимся от стиральной машинки. Кто бы избавился бы от машинки стиральной? Это так здорово, приходишь домой, куча вещей, и ты начинаешь их так вот стирать, вот, думаешь, как здорово, как, вот, и такие кучи, особенно когда большая семья, там, много детей, да, то есть, ну, я думаю, что никто бы не отказался бы от такой бы вообще затеи бы избавиться, да, то есть, ну, то есть что делать? То есть она облегчает тебе работу, да, там, ну, и там, у кого-то, может быть, чуть-чуть больше хватило финансов, там, посуда моечная, то есть, может, то есть, и это говорит о том, что помощь, она нужна везде. Помощь нужна в семье, правильно? Ну, нужна ли в семье помощь? Или я сам этот справлюсь, да? В работе, когда тебе помогают, да, там, ну, если кто-то, у кого-то было предприятие, там есть, ну, помощник, который помогает тебе, в служении тоже, да, то есть, там, помощь, там, ну, не знаю, в учебе, как хорошо, когда ты встаешь утром перед экзаменом, а у тебя уже все записано. Кто-то просто встал и записал тебе все, знаете, так классно, хотели бы такую помощь, да, иметь. Или ты встаешь рано утром, а уже все приготовлено. Знаете, вот муж просыпается, да, это вот, уже все накрыто, столы, там, да, или наоборот, жена просыпается, а у нее уже все там уже постирано, повешено, там все висит, так уже там все так, ладно, вау, ну, как здорово, да, то есть, как, то есть, мы все на самом деле нуждаемся в помощи. Знаете, я вспомнил такой пример один раз, ну, в школе мы проходили какие-то там такие, ну, небольшие соревнования, ну, там, кто больше подтянется, там, допустим, там, лето жмется от пола, и там говорят, что вот, допустим, ну, для того, чтобы там, допустим, заработать какое-то очко, ты должен подтянуться там 25 раз. Ну, и вот ты начинаешь подтягиваться. Вроде так, начало хорошо идет, ты подтягиваешься, а потом чувствуешь уже на 20-й раз, ты уже все, и ты понимаешь, что ты 25 раз не подтянешься. И ты начинаешь от этого вот тужиться так, ну, Боже! И вы знаете, в этот момент, вот, я просто хочу, чтобы вы, что делает, что такое помощник, и что делает Святой Дух в этот момент? Вот ты подтягивайся, у тебя уже хлыстнет пот. Ты думаешь, я сейчас уже с этой, с этого турника уже сорвусь, уже все. Ты думаешь, я уже все, я-то не заработаю это очко, и надо было раньше готовиться, и ты уже подтягиваешься такой кислой, как это выразится красиво, с таким кислым лицом, и тут вдруг подходит к тебе твой тренер и начинает тебе помогать. И ты 21, 22, и так 25. И ты такой, вау, как здорово! Это вот так делает и Святой Дух. Бог, когда ты не можешь. Это не значит, что Он будет за тебя эту работу делать. Но слово помощник, когда ты думаешь, что уже все, ты не сможешь дальше подтянуться, Он подходит и начинает, и ты смотришь, что вроде, опа, у тебя все получается. И это, я скажу, если в жизни человека не будет, знаете, есть важный момент, вот я думаю, знаешь, вот дошел бы я до определенного момента, если бы в моей жизни не было бы даже просто человека, который в определенный момент, ну, оказал бы мне помощь. не знаю, и вы можете сами просмотреть. Потому что мы все живем в мире, где тяжело, где трудно, как беговая дорожка. И если вот вы можете, ну, не знаю, ситуация, когда в этот момент, если бы не было бы того, кто стоит рядом, если бы не было бы этой помощи, именно, то, ну, устоял бы я здесь, да, на этом месте. Я думаю, что именно, ну, нет. И это настолько важное действие, ну, Святого Духа, быть помощником. Я еще вспомнил, знаете, что еще делал? Я еще вспомнил еще один фильм, там, когда, это про американский футбол, где тренер тренировал команду. И там такой был, вот, момент. То есть человек, он должен был, скажем так, ну, на карачках, еще когда сверху еще кто-то сидит, он должен был пройти определенную дистанцию. Ну, он должен был пройти, потому что, ну, там нужна была... И никто не проходил. Никто не проходил сам. Вот если этот фильм вы видели, вы можете вспомнить. И такой был момент. Тренер, он закрывает глаза этому человеку, ну, участнику именно команды. На него залазит еще один участник команды, он закрывает ему глаза, и начинается движение вперед. Он идет, он говорит, о, я уже устал. О, нет, тебе это только кажется, все нормально, ты сможешь. Он идет дальше, идет дальше. Ой, все, у меня уже начинает в руках все гореть, начинает, вот, нет, то есть это, ты еще сможешь. Ты еще даже не ожидаешь, сколько у тебя сил. То есть и все время он его, вот, я уже не могу. Ты сможешь, подумай, подумай о награде, подумай о том, что ты, ну, то есть он постоянно его вдохновлял. И когда в конце он уже, а теперь, говорит, остановись и разрежи глаза. И когда он разрежал глаза, он прошел все поле. Потому что кто-то был рядом, и кто-то говорил ему, у тебя получится, ты сможешь. И к чему я это говорю? Что с Духом Святым можно сделать намного больше, чем ты себе ожидаешь. Намного больше. И написано, что он приставлен нам быть, написано, что он призван быть рядом, как был рядом Ишуа с учениками. И когда он говорит, что я не оставлю вас сиротами, я ухожу, да, но я пошлю такого же самого, как я. Другого, но такого же самого, который будет с вами рядом, который будет приставлен вам. Это просто, и в нашей жизни есть такой помощник. И нам нужно иметь с ним общение и просить его помощи. Знаете, интересный момент, что Давид, который был могучим человеком, был потрясающим воином, был царем Израиля. В его власти многое было. Но он говорит такие слова. Можете не высвечить, я просто прочитаю. Это Псалом 26,9. Он говорит, ты был помощником моим. Псалом 37,23. Поспеши мне на помощь, Господи. Псалом 108,26. Помоги мне, Господи. Давид, который был воином, который мог просто, ну, целое полчища, да, там, ложить на пол, раздирал. Но он говорит, Боже, помоги мне. И знаете, есть очень хорошая молитва. Очень, я думаю, это духовная хорошая молитва. Исходя из того, что говорил Давид, обычная, хорошая, но простая молитва. Боже, помоги мне. Часто молимся там за города, там, за великие какие-то дела. И за это нужно молиться. Но вы знаете, я верю, я думаю, что это очень важная молитва, говорить, Боже, помоги мне. Боже, помоги мне поступать правильно. Вы хотите в жизни поступать правильно? Знаете, это очень, ну, важно. Боже, помоги мне поступать правильно. Потому что я могу поступить неправильно. Могу, если я поступлю неправильно, сделаю ошибки. Ладно, я сделал. Боже, помоги мне эти ошибки исправить, если это возможно. Но если это невозможно, Боже, помоги мне начать все заново. Это нормально, когда ты говоришь, Боже, помоги мне. Помоги мне правильно воспитывать своих детей. Есть очень много рекомендаций, как это делать, очень много книг, и слава Богу. Но у меня в моей жизни не получается с моим ребенком. Я вот поступаю, как написано, но не могу, не получается. Боже, помоги мне правильно относиться к своему мужу или к своей жене. Помоги мне правильно относиться друг к другу. Это нормально. Когда ты поступаешь правильно, то приходит, ну, такой, Боже, я поступил правильно. Такая приходит какая-то радость. И Дух Святой, помоги мне поступать правильно, чтобы не сделать ошибок в своей жизни. Я думаю, что во всем нам нужно, ну, поступать правильно. Но, к сожалению, есть данность человеческая, когда, ну, мы не можем все предусмотреть, предугадать. Но не можем мы. Если бы мы могли бы, то, конечно, эта молитва бы просто, просто, ну, отпадает. И Давид, великий человек, он не стеснялся молиться этой молитвой. Вообще не стеснялся. Который имел знание, мудрость, знал Бога, имел силу, у него был огромный опыт в подчинении многому солдат. Но он также говорит, Господи, помоги мне. Это не было стыдно. Это было нормально. И я думаю, что Дух Святой, Он ждет таких молитв. Я верю, что потому что, если написано, что Он приставлен рядом, для чего тогда? Просто бегать, бегать с тобой, ну, куда ты туда... И мы читаем местописание, для чего. И вы знаете, это где-то разрушается гордость. Ну, я говорю, что я не всегда, как бы прошу помощи. Думаешь, так как-то, ладно, я справлюсь сам. Но это где-то разрушает этот момент, чтобы все-таки попросить помощи друг у друга. Или... Потому что я не могу сам. Помоги мне. Стань. Как Ишо сказал, что мы должны носить бремена друг друга. То есть это та же функция, как Духа Святого. я не могу сам справиться. Ну, не получается у меня. Я старался, я старалась, но пока не получится. Помоги мне. Стань вместе со мной. Знаете, как здорово, как ты понимаешь, что кто-то с тобой стоит рядом. И я скажу, что если бы в этот момент не было бы этой помощи, я не думаю, что многие бы находились бы здесь. Даже в том числе, в том числе и я. Что такое Шавуот? это место ожидания и подготовки встречи. Встречи с тем, кто изменит всю мою жизнь. И это встреча с Богом. Первая встреча, она была на Синае. Вторая, она была в горлице. И вторая встреча в горлице, это продолжение и подготовка к третьей встрече. И все мы знаем, все мы знаем, что будет третья встреча. Знаете, первая это была подготовка, вторая это продолжение, а третья это будет встреча, третья встреча с нашим Господом Ишимом. И вот именно Дух Святой, Он поможет нам, Он передаст нас Господу. Знаете, Ишуа сказал такие слова, всех, кого ты мне дал, я сохранил. Никто, ну кроме сына погибели, то есть есть то, что предвлечено Господом, но он сказал, что всех, кого ты мне дал, я всех сохранил. И я верю, что задача Святого Духа сохранить нас до пришествия Ишуа Мессии. Не уйти нам ни направо, ни налево. Да, бывает тяжело, бывает трудно, бывает мы спотыкаемся, мы кричим, Боже, но Он стоит рядом, и Он помогает, мы тянемся, думаем, Боже, ну как я мне дойти до этих небес, я не могу, на 20-м выжиме, я уже все, я сдаюсь уже, я не могу, Боже, помоги, я сдаюсь, все, я не могу. Тут Он подходит и начинает тебя поднимать, и 21, и 22, и 25, и может быть, даже еще больше. Я не буду считать, потому что так Он делает. Я верю, что это Его задача, поэтому нам нужно иметь с Ним общение. Он для этого и послан, чтобы довести нас до пришествия, до третьей встречи, которая произойдет. И то, что сегодня говорилось о том, что Господь на Синае дал Слово, вы знаете, есть интересная притча о десяти девах, помните, да? И там говорится о светильниках и о масле. Светильник это Слово Божье, но без масла оно не будет гореть. И что делает Святой Дух? Чтобы это Слово, оно горело внутри нас, чтобы это масло горело внутри нас, Дух Святой его зажигает. вот его задача, зажечь в нас это Слово, которое мы знаем, получили, может быть, не хотим его исполнять. Как написано, что Бог, Он вложит в нас этот, да, этот завет, и мы будем с радостью. И эту радость и исполнение Его Слова только, Дух Святой может дать. Вот, и только Он зажигает это Слово. И тебе хочется Его исполнять? Тебе хочется служить Богу, радоваться, вообще, бежать на служение? Это так здорово. Кто, кто с радостью бежит на служение? Так. Что-то несли на густо. А? Да, кстати, темно я не вижу, все нормально, как бы, можете не смущаться. И благодаря Руха Кодыш, Духу Святому это Слово будет гореть. Давайте мы помолимся. Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя, Господь! Боже Святый, всемогущий, достойный Ты славы, чести, хвалы, поклонения. Мы превозносим Тебя на этом месте. Мы величаем Тебя, Господь. Мы благодарим Тебя, великий наш Бог, за этот великий дар, который Ты дал каждому из нас за эту великую возможность иметь Святого Духа. Мы благодарим Тебя, Господь, то, что Ты поставил как печать Духа Святого на каждом из нас, которое говорит о том, что мы Твои, о том, что никто не похитит нас из Твоей руки. Боже, я благодарю Тебя. Я благодарю Тебя, что Твой Святой Дух, Ох, Кодыш, помогает мне, Боже, идти до конца. И когда мне тяжело, когда я не могу справиться, я знаю, что есть Тот, Кто стоит рядом, Тот, Кто поможет мне справиться, Тот, Кто поможет и сделает еще больше того, что я ожидаю, Господь. И мы благодарим Тебя, мы благодарим Тебя за Твой Святой Дух, Который сошел с неба, Боже, Который сошел с неба, Который даден нам, Боже, благодарим Тебя, Господь, за ту силу, которую мы имеем, Господь, за то, что Ты, Боже, помогаешь нам делать правильные решения, помогаешь нам правильно воспитывать детей, помогаешь нам, Боже, правильно, там, где, может быть, это невозможно, Боже, это возможно с Тобой. Боже, мы благодарим Тебя, если даже в нашей жизни, Боже, наша жизнь, она стала пустой, она стала безводной, но Твой Святой Дух, Он сможет даже пустыню сделать цветущим садом. Боже, и мы благодарим Тебя, что наша жизнь, она наполняется Твоей жизнью, Господь. Боже, там, где пустота, там приходит наполнение, Господь. Там, где что-то, Господи, увяло, оно расцветет, потому что только Ты способен это сделать. Боже, спасибо Тебе. Спасибо, что Ты, Господи, ведешь нас к этой встрече с Господом. Спасибо, что Ты помогаешь нам каждый шаг, который мы делаем, Ты помогаешь нам. Я, Боже, молю Тебя, чтобы, Господи, Твое присутствие, Твое помазание, Боже, оно сейчас приходило на каждого из нас. Твое наполнение, Господь. Боже, там, где есть пустота, чтобы приходило Твое наполнение, Твоя живая вода, как написано, кто жаждет, иди и пей. Кто жаждет, иди и пей, Господь. Боже, я молю Тебя во имя Ишуа. Боже, пусть падает всякое ермо, Боже, которое сковало человека, Господь. Боже, разрушь, Господи, всякие оковы, всякие цепи. Боже, если кто-то, но Ты сказал, что Ты помазал Ишуа, Мессию, чтобы открывать эти темницы, чтобы выпустить измученных на свободу, чтобы пленные стали свободны, чтобы тот, кто плачет, он получил елей радости, Господь. Боже, вот это то, что Ты делаешь. Я молю Тебя, Боже, пусть придет Твое исцеление, пусть, Боже, цепи разрываются, Господь, пусть всяковы падают, Боже, в Твоем присутствии, Господь. Пусть измученные выходят на свободу. Мы молим Тебя, Господи, во имя Ишуа. Пусть Твой Дух Святой проникает во все углы нашей жизни. Мы говорим Тебе, Боже, помоги нам, помоги нам, Боже, идти за Тобою. Помоги мне, Боже, идти за Тобою, Господь. Боже, вдохни, Господи, это Слово, этот светильник, этим маслом, Боже, чтобы он горел, горел до Твоего пришествия, Господь. Только Ты способен это сделать. Мы много знаем, мы много читали, Боже, но мы хотим гореть. Боже, чтобы это Слово, оно было Словом Откровения, Словом Рема для нас, и чтобы это Слово, оно горело. Боже, горело, Господь, чтобы мы горели для Тебя. Только Ты способен это сделать. Боже, я молю Тебя, проникай в каждого из нас, наполняй, Господь, нас святым, своим духом. мы нуждаемся в Тебе. Боже, пусть этот нежный ветер, этот бриз, он наполняет нашу жизнь, он зажигает нас. Идти вперед, радоваться, Боже, радоваться, Господь, о том, что Ты стоишь рядом, Ты здесь. Боже, спасибо Тебе. Ишуа, спасибо Тебе, Господь, что Ты на этом месте, за Твое присутствие, за Твое помазание. Боже, спасибо Тебе. Мы также молим Тебя, Боже, благослови Израиль, Боже. Сейчас в эти дни, Господь, шоу ото, когда весь мир, когда, Боже, больше двух миллионов людей соединилось в молитве, Господь, ходатайство за Твой народ, за Израиль, потому что, Боже, через них пришел Дух Святой, Слово Твое, Боже. И мы молим Тебя, благослови, Господь, Израиль, благослови, чтобы, Боже, Твой Дух Святой, Господи, Он открыл им это Слово, Слово о Спасителе, Слово Ишуа, Мессии, Слово о том, кто пришел, пострадал, умер и воскрес. Мы молим Тебя, Боже, благослови, еврейский народ, Господь, силой Твоей, Духом Твоим, Боже, славой Твоей, Господь. Мы призываем мир, Господь, на эту землю, мир на этот город, Боже, на эту страну, Господь, Твой мир, Боже, во имя Ишуа. И мы знаем, что только Твой Дух Святой, Он способен это сделать. Благодарим Тебя, благодарим Тебя, благодарим Тебя, Господь, благодарим Тебя за Твое присутствие, во имя Ишуа. Ха-ха-ха-ха. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе. Спасибо Тебя, Господь. 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 Спасибо Тебе. Спасибо Тебя, Господь. 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 Спасибо.